Из книги «Открытым оком», том 30, тема «Лапкин книги», вопрос 4030. «В чем вас обвиняли, когда судили по советской власти? Понимают ли ныне обвинители, что вы были правы?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Кого знал раньше, все понимают и даже просят прощения, как судья Макаров В.А., который и осудил меня. Корреспондент Титов П.И. точно так же просил прощения, быв у меня дома и на работе, и написал о том статье Хе Масон. Не все пророчества сбываются. Это сбылось. В июле 1986 года Краевой суд приговорил христианского проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина к 2,5 годам лишения свободы. «Я был на этом суде с первого до последнего дня», прочел его «пухлое дело», в кавычках «дело», и написал об этом статью, в кавычках «Златоуст» со второй строительной. «Алтайская правда», 26 июля 1986 года. «Именно здесь, на этой улице, в старом изношенном бараке, неподалеку от железнодорожного вокзала, Барнаула жил и живет, вернувшийся из заключения, этот подъезжник Веры. Вкоре после появления статьи случай столкнул меня неподалеку от редакции с женой Игнатия Тихоновича. «А ведь придется и вам когда-нибудь каяться», сказала она. «Пришлось, и не только потому, что нет уже в Уголовном кодексе РСФСР политической, в кавычках, статьи 190-1. Это по ней судили неугодных власти людей за распространение заведомо ложных клеветических измышлений против общественного государственного строя. Есть на мне свой профессиональный грех, ведь уже тогда мне было ясно за убеждение, какими бы ошибочными, в кавычках, или безошибочными, в кавычках, они ни были, нельзя судить уголовным судом. Да и ветер перемен, в кавычках, уже повевал в затхлой атмосфере, в кавычках, идеологического единомысля. Правда, не все еще могли тогда осознать, к чему приведут нас эти перемены. Защищая православную веру мучеников церкви алтайских крестьян, пострадавших от раскулачения и в пылу коллективизации, Игнатий Дихович Лапкин не останавливался на скольбе и сострадании. Он шел дальше, искал и находил виновных в исторической трагедии русского народа. Ими по Лапкину были коммунисты-сатанисты, устроившие жидохи, в кавычках, масон, масонский заговор. И Владимир Ильич Хе-Ленин, в кавычках, Ленин, вождь атеистов, сонмище иуд. Так писал Игнатий Дихович в своем стихотворении, аккуратно подшитом следователями к делу. Это было не все, но и этого оказалось достаточно, чтобы я, никогда не бывший партийным человеком, возмутился. Нет сомнения. Во всяком случае, для меня, что растиражирует он с помощью магнитофона песни Аллы Хе-Пугачев, в кавычках, Пугачевой, ему бы из власти мучих никто и слова не сказал. Сатирические песни Хе-Высоцкий, в кавычках, Высоцкого расходились по всей стране, и что? А вот Лапкинские записи, более трех тысяч катушек, были конфискованы, как Крамова. Вернее, как идеологический промысел, в кавычках. Я абсолютно уверен, писал он далее в своем протесте и заключении, что все начитанное мной инкриминируются мне исторические факты. Но эти факты и особенное их столкование расшатывали устои царившей тогда идеологии. Они были опасны властям, размывая ее фундамент. Я не могу ручаться за убеждение и веру ученых-эспертов, чье заключение не легло в основу обвинения Игнатия Тихо-Челапкина по, в кавычках, политической статье 190-1. Но его полезно цитировать как документ истории наших непримиримых «идеологических войн». Экспертами выделены следующие основные группы измышлений, утверждений о гонениях на граждан в СССР за их веру и убеждения. Утверждение об отсутствии в СССР свободы совести, измышления, порочащие советскую науку и культуру, измышления в истоках революционно-демократического движения и социализма, обоснователя советского государства В.И. Владимира Ильича Хе-Ленин, в кавычках, Ленини, руководители партии и правительства, отождествления советского государства, его органов власти и управления образами, в кавычках, сатаны или, в кавычках, антихриста, от которых якобы исходит все зло и с которыми следует вести непримиримую борьбу и так далее. На основании собственных взглядов читатель может судить, насколько объективно это заключение. Считаю необходимым сделать лишь одно замечание, в кавычках, непримиримую борьбу в свете нового мышления. Вести не возбраняется, но только не насильственными цивилизованными методами. И с этим, кстати, сказать Игнатий Тихонов согласен. Алтайская правда, номер 256, 27 декабря 1991 года. В своих письмах Лавкин отождествлял советское государство, его органы собраны сатаны, антихриста, от которых якобы исходит все зло и с которыми следует вести непримиримую борьбу. Переписывал от руки, перечитывал, перепечатывал на пишущей машинке, но больше всего любил начитывать на магнитофонную ленту. При аресте у Лавкина были взяты 15 магнитофонов и огромное количество записей. В 1970 году Лавкин Игнатий уже привлекался к уголовной ответственности за подобное же действие. Однако он не сделал должных выводов. Его деятельность после 1980 года приобрела еще больший размах и откровенную антиобщественную направленность. Он зачитывал на магнитофонной ленте и распространял книгу Александра Солженицына «Алхиплан ГУЛАГ» со своим послесловием. Проповеди экстремистки настроенного священника Дмитрия Дудко, произведения, засылаемые в СССР различными антисоветскими пропагандистскими центрами. Игнатий Лавкин тиражировал и распространял измышления Диарова-Альтисоветчика Ярла Пейски, специализирующегося на подрывной радиопропаганде. Судебная коллегия Алтайского Крового Суда в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса РССР приговорила Игнатия Лавкина к своему, но справедливому наказанию. К 2,5 годам лишения свободы вполне понятно и ясно, что Лавкина привлекли к ответственности не за его религиозные убеждения, не за то, что он верующий, а за конкретные уголовно наказуемые действия и за сознательное систематическое нарушение советских законов. Но кое-кому хочется представить дело так, будто Лавкина судили за то, что он верующий. Деятельность Лавкина противоречива, нарушала нормы закона. Ну что же, говорят они, надо тогда менять закон, в кавычках подгонять его под Игнатия. В прокуратуру края, в Совет по делам религии при Совете Министров СССР, в редакцию журнала «Наука и религии» из Красноярска пришло письмо от священнослужителя Русской Православной Церкви Бурдина СССР в защиту Лавкина. В этом письме, в частности, говорится, попытка анализировать деятельность Игнатия Лавкина и запросы верующих только с точки зрения советских законов, в том числе и законодательства о религиозных объединениях, представляются не совсем оправданы, так как любой человеческий закон не идеален и находится в стадии развития. И далее предлагается пересмотреть законодательство «Свобода совести и религиозный экстремизм». Н.А. Ванюшин, Барнаул, 1888 год, 144 страницы, страница 29-31, 15 тысяч экземпляров, цена 30 копеек. Для Своего Божия нету, страница 528, И.А. на 3.20, Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А.М.О. 5.10, а они ненавидят обличающих в воротах и внушаются тем, кто говорит правду. А.М.О. 5, 12-13, ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Жизнь — это море, говорят издревле, но то в притчах ясно показал Христос, челн каждого штормами где-то треплет, как часто не туда нас сквал занес. Зверей из моря вышедших увидел Даниил, и продолжение видения вошло в апокалипсис. Царь означал династию, он также ел и пил, эпоха каждого страшась входила в климат. Цеплялись также за своих вояк, за КГБ тогдашнее, и стошно зря вопили, проигрывал героя слабейшему в боях, и шли под меч, под топоры и пилы. Приняли персы, греки и медяне, железный риф трещал под цельным швам. Пушинка ваша шкала смело перетянет, когда Бог и Его повелевает вам. Смотрю на русских горе-патриотов, то им царя подай, то президента, чтоб уважали нас, боялись полоротых, наполнил злобный дух таким менталитетом, не надо Гитлера лелеять и творить. При Ленине и Сталине ползти на четвереньках, гопедут за отступление Веспасиан и Кит. Курящий храм последним стал курением. Рождение, взлет, рассвет и затухание. Империям ушедшим, так и русской, ее растаскивает жадовье нахально. Китай и мусульмане на труп тот соберутся. Нам, христианам, Бог, приоткрывает чуть. Мы искренны приход Иисуса чаем. Тогда на лысину вновь возвратится чуб, утерянная в теле. Нам с радостью причалит. Жизнь завершится и настанет жизнь. Смерть брошена в огонь. Там жар вовек не гаснет. Плоть послужившая с надеждой фраг. Ложись, труба Архангела разбудит к вечной Пасхе. 29 октября 2008 года. Игнатий Ларкин.